Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. После долгого ожидания мы вновь готовы вас радовать новостями из мира студенческого и мирового спорта. Смотрите до конца и не переключайтесь. 6 января в Казани состоялся матч всех звезд. Битва за Волгу. Сборная Казбаса, собранная из лучших игроков Татарстана, встретилась на площадке со сборной по Волжье и Урала. В стартовую пятерку Казбаса выбирали вы, зрители, кто оказался в числе лучших спортсменов по итогам зрительского голосования и кому удалось выиграть победу в репортаже Владислава Сергеева. Матч всех звезд 2018. Как говорит само название, в спортивном комплексе Каэйлим собрались лучшие из лучших. 12 игроков Казани или сборной Казбас и 12 игроков из Урала и по Волжье, ПФО. Матч носит название «Битва за Волгу». Команды встретились на площадке в надежде завоевать свою частичку реки. Первая четверть. Счет открывает игрок сборной по Волжье и Урала Павел Машковский, в проходе проложив дорогу по следующим броскам. Несмотря на то, что игра носила чисто товарищеский характер, никто отдавать первенство не хотел. Преимущество было на стороне команды по Волжье. Неламного отставал от сборной Казани. Счет 16-24 в пользу ПФО. Вторая четверть началась в пользу казанцев. Ильнур Сайфин смог забросить серию мячей в кольцо оппонентов, обеспечив своей команде небольшое преимущество. Несмотря на тщетные попытки 9-го номера Павла Машковского и 14-го Руслана Агеева противостоять соперникам, удача была на стороне Казбаса. Отличился третий номер Казбаса Александр Никитин, забросив 8 очков в корзину ПФО. Счет второй четверти 43-40. Преимущество на стороне сборной Казани. Третьей четверти игра оказалась более уверенной. Счет держался на равных. Под конец пятый номер Казбаса Вадим Данилов, реализовав штрафные мячи, и Тимур Шагиев спас Фаниля Ахмадиева, на 4 очка обеспечили преимущество в четверти. Счет 63-56. Лидирует Казань. Четвертая четверть для Казбаса оказалась переломной. Сразу три нереализованных броска. Для сборной Поволжья наоборот. Они смогли оборвать многие атаки казанцев и обеспечить себе преимущество. Разрыв в счете 2 очка. Счет 79-81. Тяжелая победа сборной Поволжья и Урала. Владислав Сергеев. Неделя спорта. 13 января баскет-холл принимал матч мирового уровня. Мужская сборная России по гандболу сразилась со сборной Финляндии за выходный чемпионат мира 2019. Напомним, что на днях россияне одержали пятую победу в пятом матче, обграв соперников из Словакии. На данный момент на счету сборной России 10 очков. Александр Тегтярев подробнее с места событий. Казань впервые принимала игру сборной России по гандболу. Наши спортсмены завершили групповой отборочный турнир к чемпионату мира 2019 года матчем с финнами. На игру со сборной Финляндии, в которой нет профессиональных игроков, наставник российской команды Эдуард Какшаров выставил сильнейший состав. Даже несмотря на то, что с турнирной точки зрения этот матч ничего не решал, он не стал давать отдых лидерам. Сборная России с первых секунд матча начала диктовать свои условия. И учитывая уровень финской команды, в защите можно было играть вполне расслабленно. Финны либо теряли мяч, либо бросали мимо или в блок. Либо здорово играл страж наших ворот Олег Грамс. Вторая половина игры получилась еще более зрелищной. В ней наши гандболисты отрывались от соперника больше, чем на 10 очков. Но и в наши ворота стало залетать больше мячей. И можно сделать резонный вывод, второй тайм оказался зрелищнее. Финны перестали играть прямолинейно, а наставник нашей сборной провел серию замен. Усадив Тимура Дибирова смотреть матч со скамейки. Наша сборная почувствовала усталость финских гандболистов. И к концу встречи все чаще убегала в контратаки, за которыми не всегда поспевали судьи-близнецы из Молдовы. Матч завершился с вполне ожидаемым счетом. 36-26 лучшим игроком признан Олег Грамс, отразивший за матч 12 бросков. Теперь гандболисты нашей сборной встретятся лишь в апреле на сборе, где будут готовиться к стыковым матчам для попадания на чемпионат мира. Александр Дегтярев, Владислав Сергеев. Неделя спорта. Ну, мы продолжаем программу Неделя спорта. И сегодня на студии начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Через неделю начинается ежегодный спартакиады здоровья. Среди профессорка преподавательского состава будут ли введены какие-то изменения в этом году? Все верно. В этом году есть небольшие изменения. В спартакиаде здоровья не могут приметь участие аспиранты, магистранты, очень форма обучения. Возрастное ограничение осталось, как и в прошлом году, 25 лет и старше. А с какой целью вообще проводится спартакиада и какова ее роль? Спартакиад здоровья проводится с целью популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечения максимального количества сотрудников и преподавателей Казанского федерального университета, ну и выявление сильнейших команд нашего университета. Параллельно спартакиады здоровья еще идет и спартакиада профессорского преподавательского состава среди вузов. Кто представляет наш университет? Ну, надеемся, в этом году мы не ошибемся и наш университет представит сильнейшие сборные, сильнейшие представители нашего университета. И надеемся, что наш университет покажет традиционно высокие результаты и поборется за звание победителя спартакиада. В прошлом году участие в спартакиаде приняли 18 команд. Как в этом сезоне? Планируется ли увеличение числа участников? Ну, если говорим о спартакиаде здоровья Казанского федерального университета, в прошлом году у нас произошло увеличение. Впервые в спартакиаде приняли участие представители лицея Лобачевского Казанского федерального университета. Надеемся, в этом году число команд, число участников возрастет. А вернется ли в состав Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций? Ну, надеемся. Еще заявки не было? Ну, на данный момент говорить рано. То есть у нас спартакиада начнется только 20 января. Надеемся, на открытие и на первом виде мы увидим максимальное количество участников. А вот по вашему мнению, какие виды спорта в нашем университете наиболее популярные? В нашем университете ежегодно ставим и проводим игровые виды. Они наиболее зрелищные, наиболее яркие. И там накал борьбы зашкаливает. Ну, и если говорить о таких видах спорта, как шахматы, здесь тоже есть своя изюминка. Ведь приходят играть наравне с молодыми сотрудниками и профессора, которым уже, не побоюсь сказать, за 50. И, в принципе, здесь возраст не играет роль. Вот в этом году включены новые дисциплины, такие как боулинг и бильярд. Что поспособствовало включению данных дисциплин в список основных видов спорта? Ну, если говорить о бильярде, я, наверное, здесь поправлю. Бильярд не новый вид спорта. Мы уже на протяжении четырех лет его ставим. И он довольно-таки интересно проходит. Если говорить о боулинге, да, в этом году новый вид спорта. По решению комиссии мы решили в этом году попробовать этот вид, так как он идет отбороченно на спортакиаду вузов. В спортакиаде вузов в Республике Тарасан боулинг уже на протяжении трех лет входит в список спортакиады. И для того, чтобы нам скомпликтовать команду на данную спортакиаду, решили в этом году провести свой внутренний отбор и включить в нашу спортакиаду этот вид. В каких дисциплинах мы сможем наблюдать за вашим участием? Я постараюсь, как и в прошлые годы, показать максимальный результат и принять максимальное участие. Если судить по прошлому году, я, в принципе, не принял участие только в одном виде. А в каком? Ну, так как у нас в бильярде участвуют только два участника, к сожалению, от нашего подразделения я не попал в состав. А есть ли у вас фавориты? Кого вы могли выделить? Все спортакиады? Да. Какие команды? Во всей спортакиаде. В этом году, я думаю, соперничество будет между набережной Челнинским институтом, общей университетской кафедрой. И, скорее всего, хотя и в прошлом году юридический факультет не попал в тройку призеров, но, думаю, в этом году они поборются за призовые места и будет очень интересное соперничество. Ну, можно еще и отметить IT-лицей, который активно принимает участие, и каждый год у них результаты возрастают. Первая дисциплина – настольный теннис. Каких результатов ждать зрителям, если опираться на игру прошлого года? Ну, если сравнить выступления нашей команды, в прошлом году мы показали максимальный результат и впервые добились призового места. Надеюсь, в этом году какой-то сюрприз в данном виде спорта тоже у нас будет показан, надеюсь, от нашей команды. Ну, думаю, здесь выделяются те же самые фавориты – это команда общей университетской кафедры, очень неплохая команда IT-лицей, ну и юридический факультет, за который выступает на данный момент бессменный лидер нашей сборной университета. А на протяжении какого времени будет проходить «Спартакиада здоровья»? «Спартакиада здоровья» Казанского федерального университета пройдет с 20 января по 6 февраля. «Спартакиада будь здоровь» вузов Республики Тарстан пройдет с 22 января по 31 января. Мы надеемся, что «Спартакиада» пройдет на высоком уровне, результаты нас только порадуют. Но какие мероприятия планируются в январе-феврале? В январе-феврале – это зимние виды. Здесь наиболее интересно будет посмотреть, во-первых, за Олимпиадой, за участие представителей Российской Федерации. Кроме этого, в феврале мы, по крайней мере, следим за участием наших студентов. Пройдут отборочные этапы Всероссийской зимней универсиады. Это отбор на всемирную зимнюю универсиаду, который пройдет в 2019 году в Красноярске. Надеемся, что представители зимних видов спорта в Казанске в федеральную универсиаду попадут, отберутся на эту универсиаду. И в 2019 году мы будем болеть за них. Если говорить о зальних видах, в январе-февраль здесь пройдет продолжение республиканских городских мероприятий. Наши студенты продолжат участие в соревнованиях по хоккею и шайбе, мини-футболу, волейболу, по игровым видам. Алексей Николаевич, спасибо большое за то, что вы пришли к нам. Напоминаю, что сегодня у нас в студии был начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Ну и на этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахаршева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!